Речь пойдет, конечно же, о меланоме сосудистой оболочки. И уже Светлана Владимировна сегодня останавливалась на том, что очень важна ранняя диагностика этого заболевания. И, как правило, мы используем представленные на слайде различные дифференциально-диагностические критерии меланомы. И, естественно, одним из моментов диагностики является идентификация сосудистой сети в меланоме сосудистой оболочки. И, вспоминая о том, как она все-таки протекает, нужно сказать, что течение болезни происходит стадийно. Начало ангиогенеза начинается при размерах опухоли. Высота 3, протяженность 10 мм. При этом еще сосудистая сеть, как правило, не очень сильно выражена по данным Галина Григорьевны Зиангировой. Ну и по мере роста опухоли происходит развитие сосудистой внутриопухолевой сети, в том числе с формированием так называемой воскулогенной мимикрии, о которой тоже сегодня уже обсуждалось. И здесь нужно сказать, что Фолбергом в его фундаментальных работах, которые были проведены на протяжении достаточно такого длительного периода времени, было установлено основных 7 вариантов сосудистой сети меланомы, условно которых можно подразделить на 2 таких большие группы. Это параллельные прямые с пересечением каналов, и вторая группа огромная, при которой появляются арки, ветвления и сети. Возможно ли на сегодняшний день идентифицировать и сосудистую сеть опухоли? Да, конечно же, для этого существует целый диапазон инструментальных методов исследования. Это контрастные методы, которые позволяют нам оценивать андиархитектонику. Это, конечно же, ультразвуковая доплерография, которая стандартно используется при проведении обследования пациентов. По сути дела, с этого ультразвукового исследования начинается диагностическое инструментальное обследование. И, конечно же, на повестку дня выходит ОКТ-ангиография в силу ее малоинвазивности. И на сегодняшний день существует достаточно большое количество работ, которые посвящены применению этого метода конкретно в области офтальмоонкологии. Ну, а если говорить, на чем основан эта технология, эта технология основана на алгоритме декорреляционной амплитудной ангиографии с разделением спектра. И вот эта демонстрация движения воды, собственно говоря, с помощью этого метода идентифицируется движение эритроцитов в кровеносном русле, дает нам представление о том, как мы можем видеть с вами сосудистую сеть опухоли. В данном сообщении хотелось бы ответить на таких два вопроса. Существуют ли на сегодняшний день какие-то возможности при жизненной оценке антиархитектоники? Понятно, что при патоморфологическом исследовании мы полностью получаем всю информацию о строении сосудистой сети опухоли. Ну, и какие же диагностические возможности инструментальных методов существуют в оценке этого кровоснабжения, в оценке кровоснабжения меланом? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализировали данные инструментальных методов исследования у 45 пациентов с различными размерами опухоли, и при этом использовали ряд диагностических методик, в частности, оптическую когелентную томографию, ангиографию и ангиографию с эндоцианином зеленым. При проведении ангиографии с эндоцианином зеленым, собственно говоря, с которой мы начинали, мы оценивали два разных варианта патологического сосудистого рисунка в соответствии с классификацией Фолдера, так называемый первый и второй тип сосудистых паттернов. Кроме всего прочего, в режиме фотошопа мы проводили измерение диаметра, максимального диаметра сосуда, который идентифицировался при проведении данного исследования. И каковы же результаты получились? По нашим данным, в тех случаях, когда мы сталкиваемся с малыми и средними меланомами, а диагностически наиболее сложную группу представляют малые меланомы, идентифицировать сосудистую сеть с помощью ОКТ-ангиографии нам удалось у 71% пациентов. И, как вы видите из этого слайда, сопоставимость таких исследований, как ОКТ-ангиографии и ангиографии с эндоцианином зеленым, была практически одинаковая при малых опухолях, в то время как при средних размерах, конечно же, ангиография с эндоцианином зеленым была очень высокоинформативна, а ОКТ-ангиография оказалась информативной всего лишь у половины пациентов. И вот рок-анализ, проведенный для оценки прогностической ценности именно метода ОКТ-ангиографии при малой меланоме, показал достаточно высокую чувствительность, специфичность и точность этого метода. На самом деле, на сегодняшний день, располагая данные технологии ОКТ-ангиографии, мы можем достаточно четко визуализировать сосудистую сеть опухоли. Вы видите на данном слайде картинка справа, ангиография с эндоцианином, слева ОКТ-ангиография, и на ОКТ-ангиографии сосудистая сеть выражена даже более четко, чем при проведении ангиографии с эндоцианином зеленым. Возможно, это связано с весом молекулы эндоцианина, возможно, это связано с большей чувствительностью в идентификации движения эритроцитов по малым сосудам при проведении ОКТ-ангиографии. Сопоставимость очень важным таким моментом в расшифровке, что ли, ОКТ-ангиографии было сопоставление идентифицируемой сосудистого рисунка. И вы на этих слайдах можете видеть, что у нас у 80% пациентов удалось сопоставить эти данные, но в ряде случаев, как показано на этом слайде, слева картинка ОКТ-ангиографии при высоте меланомы больше 3,6 мм у нас не удавалось визуализировать сосудистую сеть с помощью ОКТ-ангиографии. Это связано, вероятно, всего с скоростью сканирования. Если посмотреть, как часто встречались различные варианты паттернов, так называемые аниусоподобные ангиоархитектоникой, ангиоархитектоника, я бы сказала, более развитой сосудистой сети, то мы наглядно видим, что при малых меланомах для неусоподобной ангиоархитектоника была превалирующей, в то время как при размерах опухоли превышающих 3 мм мы практически большего числа пациентов идентифицировали ангиоархитектонику в виде сетей. Данные клинические примеры наглядно демонстрируют первый и второй тип ангиоархитектоники при проведении исследований у пациента. Очень важным моментом, на наш взгляд, явился анализ диаметра внутриопухолевых сосудов, который также показал о том, что при так называемой аниусоподобной ангиоархитектонике первого типа мы достоверно видели меньший диаметр сосудов и по мере роста опухоли изменялась сосудистая сеть, при ней превалировал уже второй тип и диаметр сосуда, максимального сосуда был увеличен практически в два раза. Но если говорить о частоте встречаемости различных сосудистых структур при малых и средних меланомах, то мы явно видим, что для малых были характерны прямые и параллельные сети, в то время как прямые и параллельные сосудистые каналы, в то время как при средних встречалась сетевидная структура. С точки зрения практического врача, который занимается ОКТ-ангиографией, очень важным является, конечно, оценка глубины идентификации сосудистой сети меланомы, и те исследования, которые мы провели, показало, что при различной высоте опухоли в диапазоне от 0,6 мм солевации до, получается, 3,6 мм, глубина идентификации сосудистой сети будет различна, что, в принципе, вполне логично, что сосуды идентифицируются на большей глубине при большей высоте образования. Ну, а эти, так скажем, слайды показывают нам, что в ряде случаев мы визуализировали и так называемые немые скрытые паттерны, то есть мы практически не видели новообразованной сосудистой сети, диагноз меланомы складывался у таких пациентов на основе типичных клинических критериев. Ну, реже встречались 11% – это прямые сосуды, 9,15,5% – это параллельные сосуды и параллельные сосуды с пересечением. У 7% и 11% мы диагностировали, соответственно, арки и арки с ветвлением, и 9% – петли. Ну, а превалировала при средних размерах опухоли, как я уже сказала, сосудистая сеть в виде сетей, она наблюдалась практически у третьих пациентов. Ну, в заключение мне хотелось бы сказать, что вот эти результаты изучения ангиоархитектоники при проведении двух различных методов исследования, контрастной и бесконтрастной ангиографии, позволяют нам говорить о том, что по мере увеличения размеров меланомых ряды изменяется тип ангиоархитектоники, и вот это изменение типа сопровождается также увеличением среднего диаметра внутриопухолевых сосудов, и, вероятнее всего, вот эти полученные данные отражают динамику развития сосудистого русла опухоли по мере ее увеличения размеров. Ну и, конечно же, на сегодняшний день в нашем арсенале мы имеем достаточно хороший такой инструмент, как ОКТ-ангиография, которая позволяет нам достаточно четко визуализировать сосудистую сеть при малых меланомах, ну и, естественно, учитывать в клинической практике следует диапазон и глубин сканирования для того, чтобы, в общем-то, правильно интерпретировать полученные данные. Я благодарю за внимание и постараюсь ответить на вопросы.